Здравствуйте, дорогие друзья! 8 сентября Церковь совершает празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери. Владимирская икона относится к ряду наиболее древних из сохранившихся и одной из самых почитаемых икон Пресвятой Богородицы в Русской земле. Древнее предание XV века считают автором этой иконы самого апостола-евангелиста Луку, хотя большинство научных исследований сходятся во мнении, что написана эта икона в начале XII века. В том же столетии она была принесена на Русь в дар князю Мстиславу. В конце XIV века, а точнее в 1395 году, над молодым российским государством нависла угроза очередного нашествия орды кочевников под предводительством Тамерлана. И в это тревожное время, по повелению князя московского Василия I из Владимира, из Успенского собора Владимира, торжественным прессным ходом Владимирская икона Божией Матери была перенесена в столицу, в новую столицу русского государства, в Москву. И, что интересно, на месте встречи москвичами этой иконы впоследствии был основан знаменитый Сретенский монастырь, давший также название улица Сретенке. Долгое время после этого Владимирская икона находилась в Успенском соборе Московского Кремля, и очень многие важные и значимые события русской истории проходили как раз-таки перед ликом Пречистой Богоматери. Перед этой иконой венчались на царство многие московские цари, избирались митрополиты и патриархи всея Руси. А с конца 90-х годов Владимирская икона находится в Никольском храме в Толмачах, домовой церкви при Государственной Третьяковской галерее. И если у кого-то из нас будет возможность посетить золотоглавую столицу, и кто-то будет задаваться вопросом, какое место этого удивительного города непременно стоит посетить, во что бы то ни стало, то я, разумеется, посоветовал бы посетить именно этот храм, чтобы помолиться, поклониться древней христианской святыне Владимирской иконе Божьей Матери. 11 сентября церковь вспоминает одно из самых трагических событий, произошедших на рубеже, на стыке Ветхого и Нового Заветов – усекновение главы Иоанна Крестителя. Пророк и провозвестник пришествия Христова, тот, кого сам Господь назвал величайшим из рожденных женами, Иоанн Креститель был взят в темницу за правдивое и честное слово обличения. И вот здесь, в темнице, когда он уже был окружен кольцом смерти и чувствовал, что он не выйдет на свободу, он посылает двух из своих учеников ко Христу с удивительным вопросом, с вопросом необычным и даже, может быть, непонятным. Для того, кто сам еще так недавно на Иордане проповедовал всему миру о Христе, как о явившемся Мессии, о пришедшем на землю к людям Боге. В какой-то момент, находясь в темничном заключении, Иоанн Предтеча заколебался. Эта великая, колоссальная душа заколебалась сомнением. И сомнение это разрешается вопросом, который он ставит перед Христом через своих учеников. Ты ли тот, кого мы ожидаем? А за этими словами звучит из-под воль другой вопрос. Или же я ошибся? Или же было напрасным все мое свидетельство, все мое служение и в целом вся моя жизнь? Неужели напрасна юность, проведенная в пустыне? Неужели напрасны годы самоотречения, умоления самого себя с тем, чтобы сделаться голосом Божиим, говорящим людям посреди пустыни? Неужели напрасен подвиг всей жизни? Ты ли тот, кого мы ожидаем? И удивительно, что на этот вопрос, на этот крик души, Христос не отвечает прямо. Он не дает Иоанну Крестителю успокоения, не дает ему доброго ответа «да, я тот». И все было не зря, все не напрасно. Он отвечает пророку словами другого пророка, словами пророка Исаии, как бы призывая Иоанна Предтечу оглянуться вокруг и увидеть, что происходит, что слепые прозревают, глухие слышат, немые говорят и нищие благовествуют, иными словами Божия правда торжествует в мире. Но завершает этот свой ответ Иоанну Предтечу Христос все-таки не успокоительными словами, а словами, призывающими к конечному подвигу, подвигу веры и верности. Он говорит «блажен, кто не соблазнится о мне». И этих слов оказалось достаточно. Иоанн Предтеча умер в темнице в вере и безусловной верности тому Мессии, пришествие которого в мир некогда провозвестил. И этот праздник, усекновение главы Иоанна Предтечи, при всей своей скорбности, он может послужить каждому из нас своего рода утешением в тех трудных минутах жизни, которые наверняка случались с каждым из нас. Выдающийся проповедник и пастырь 20-го столетия, митрополит Сурожский Антоний, в слове в честь Иоанна Пророка и Предтечи, говорил так. «Как часто бывает, что колеблется наша душа, что после того, как мы сделали все, что должны были сделать, и сказали то, что должны были сказать?» Вдруг находит и на нас колебания. Устала душа, меркнет жизнь, клонится наша голова к земле. И приходят мысли, стоило ли все это делать. «Я не вижу плода, нет успеха, я не знаю, что будет впереди. А погубил-то я столько веры, столько любви и столько сил. Стоило ли все это делать?» Словами древнего пророка подчас мы обращаемся к небу. И нередко небо отвечает нам теми же словами Христа. Господь не отвечает нам на это свидетельством успеха. Он лишь говорит, «Достаточно того, что все это было правдой, что все это было добром, и достаточно тебе, что ты сделал то, что и надо было. И блажен, кто не соблазнится о мне». Христос, истинный Бог наш, молитвами причистые, пренепорочные, святые Своя Матери, святых славных и сихвальных апостолов, преподобных и богоносных Отец наших, святаго блаженного Андрея Христа, ради юродивого симбирского чудотворца, святых праведных Бога Отец и Аким и Анны и всех святых помилует и спасет нас, якоблак и человеколюбе. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Дорогие отцы, братья и сестры, я сердечно приветствую вас, пришедших поприветствовать меня по прибытию в город Сенбирск. И надеюсь, что Господь по молитвам своих угодников, в том числе и просеявших здесь, на этой русской земле, поможет мне нести крест архипастерского служения, который я надеюсь нести честно, ответственно и со всем усердием, который у меня есть. Я вам это обещаю, дорогие братья и сестры. Я надеюсь, что найду в вас также открытость, понимание и доброе отношение и помощь во всем, чем мне предстоит заниматься. Помогай Господь, в субботу будет первая архиерейская литургия, здесь, скорее всего, в субботу же вечером всеночное обдение и воскресенье освящение надвратного храма. Я пока не знаю, где это, что это, но знаю, что мы будем его совершать. Спасибо Господи! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! К нам на почту поступил вопрос следующего содержания. Чем отличается православная икона от идола? Вопрос связан с тем, что иногда эти понятия, люди далекие от веры христианской, отождествляют. Отвечая на этот вопрос, следует сказать, что, конечно, если уходить в этимологию самих слов «идол» и «икона», то и то, и другое слово означает «изображение». Но «идол» – это относится обычно к изображению какого-то языческого божества, в которое по вере язычников вселяется дух этого божества. Икона же – это образ, образ либо Божий, либо Божьей Матери, либо святых. И разница, конечно, в этих понятиях существенная. Дело в том, что запрещение поклоняться идолам содержится в Ветхом Завете. В то время один единственный народ поклонялся единому истинному Богу. Это народ израильский. Все остальные народы были языческими, и они, конечно же, поклонялись множеству идолов. И по их представлениям божество можно было выразить вот этими вот изображениями. В противовес этому Библия говорит о том, что Бог невыразим. Он выше всякого изображения, выше всякого понятия, что Он сущий. То есть Он выше всякого существования. Поэтому и запрет на какое-либо изображение. Затем, когда уже мы вступаем в эпоху Нового Завета, Откровение Божие связано с тем, что сам Бог, сам Сын Божий, Господь Иисус Христос, воплотился, стал человеком. И это было реальное воплощение, реальное вочеловечение. И вот поэтому и стали возникать Его изображения, чтобы показать, что это было не что-то кажущееся, не что-то призрачное, но действительно Бог стал человеком. Среди христиан были, конечно же, споры. Следует ли придерживаться ветхозаветного запрета на изображение или же допустимы изображения Божества, прежде всего, конечно, Господа Иисуса Христа, потому что Бог Отец принципиально неизобразим. Это и сейчас Церковь придерживается такого взгляда. Были споры во времена иконоборчества. Иконоборчество – это было движение во времена Византийской империи в VIII-IX веках, когда состоялось несколько иконоборческих соборов, и были там у них сформулированы свои принципы, свои аргументы в пользу того, что нельзя писать иконы. Но затем Церковь отвергла это мнение, это учение, признала, что это мнение неправославное, и что почитать святые иконы и изображения – это достойно и правильно, и благочестиво, и что, поклоняясь иконе, мы, конечно же, поклоняемся не самой этой доске, не краскам, не дереву, а поклоняемся мы первообразу тому, кто изображен на этой иконе. И икона является окном в мир горний. Через эту икону легче достигнуть общения с божеством или со святыми, которые на этой иконе изображены. Вот таково сейчас учение православной церкви. То есть, в конечном счете, различие между отношением к идолу и к иконе связано с тем, что идол – это изображение, извояние другого божества. В Библии сказано, что «не поклоняйся богам иным», что боги народов – это бесы. И вот поэтому-то с идолами у нас не должно быть ничего общего. Но иконы, они изображают либо самого Господа, либо святых. И это, конечно же, не иные божества, а это воплотившийся Сын Божий, либо же Божья Матерь, либо святые. То есть, это часть христианской веры. Поэтому поклонение иконам и допустимо, и правильно, и является неотъемлемой частью христианской традиции и христианского богопочитания. 9 января в дом к отцу Александру является комиссия с понятыми для описи его имущества. Несколькими днями раньше, стремясь вывести его из борьбы, сельсовет потребовал от него уплаты налога за все минувшие месяцы. Таких денег у него не было. И священника раскулачивают. Быстро и беспощадно, вынося даже утварь и детские игрушки. «Отойдет, коту Масленица. Не век вам заниматься грабежами средь бела дня», – ответил тогда на это священник. 13 января отец Александр обращается к прихожанам. «Быть может, последние службы служим в нашем храме. Скоро отберут у нас храм. Налог выплатить не можем. А меня самого обобрали до нитки. Давайте помолимся усерднее, чтобы Господь избавил нас от нападок безбожников. Спасать нужно веру православную». Эта проповедь впоследствии была истолкована как антисоветская. В тот же день прихожане начинают говеть. Понимая, что причаститься они могут уже не успеть. Церковь могут закрыть в любой момент. Стоя на омвоне, отец Александр начинает петь. «Душе мое, душе мое, восстание, что спишет, конец приближается». Следом за ним подхватывают певчие, а над толпой прихожан поднимается вой. «Люди рыдают». Не сдерживается и сам священник. Он кладет крест и уходит в алтарь. 15 января сельские власти собирают всех жителей Бряндино, чтобы обсудить с ними вопрос. Снятие колоколов из сельской церкви. Собирается порядка 300 человек. Но даже вести разговора о снятии колоколов они не желают. Под влиянием антисоветской агитации Гневушева и его единомышленников, используя слабую подготовительную кампанию и неумелое руководство собранием со стороны организаторов, собравшиеся проявили крайне отрицательное отношение к поставленному на обсуждение вопросу, в результате чего собрание было сорвано. Так об этом позже написали следователи ОГПУ. 16 января. Власти начинают действовать без согласования. Сельсоветчики и представители организации воинствующих безбожников приближаются к храму, но в этот же момент на колокольню тайком взбираются местные мальчишки. Начинает греметь набат. В несколько минут у церкви собирается более 500 человек. Слышны крики. Всему силу ничего не сделают. Всех на ноги поставим. Изверги замучили нас. Люди ругаются, плачут, кричат и молятся. Наконец испуганные сельсоветчики иритируются. Но люди не расходятся от церкви. Наоборот, народные пикеты продержались там еще порядка трех дней. Впоследствии именно это выступление многим будет стоить жизни. Выждав, пока гнев селян остынет, в село приехали рабочие на тракторе Пилар и спустили колокол. Он, отсоединенный от креплений, под силой своего веса стал съезжать по брусьям в разбитый и межооконный проем. Приехавшие рабочие с сикачами и кувалдами разбили его на куски. Деньги на колокол собирали когда-то всем селом. Да и сама церковь была отстроена усилиями селян всего лишь в 1914 году. Ее практически совсем новую снесли в 1936-м, всего через 22 года. Для церкви срок совсем маленький. Когда сломали алтарную часть, сторожил Василий Сухарин обнаружил с виду почти новый деревянный крест с какой-то надписью. Однако на глазах селян он начал разваливаться и тлеть. Это было знамением грядущих испытаний. На месяц власти успокоились. Установилось хрупкое затишье. Но никто не обнадеживал себя зря. Все прекрасно понимали, что активисты не остановятся. Для следующей акции они дождались, когда отец Александр уедет из села Вульяновск к родственникам. И 11 февраля начали повальные аресты. Зачинщики массового антисоветского выступления берутся под стражу. Александр Федорович Гневушев объявляется в розыск. Официально объявлено, что он скрывается от органов ОГПУ. Но сам отец Александр ничего про это не знал. Вернувшись из Ульяновска, он отправился в близлежащий лес, заготавливать дрова. Знал бы он, что ожидает его по прибытии домой. 23 февраля 1930 года отец Александр был арестован ОГПУ и отправлен в Ульяновск. 26 числа ему предъявлено обвинение. К этому моменту четверо его односельчан уже осуждены. Двоих мужчин расстреляли, а двоих женщин отправили в ладиль на 10 лет. На вопрос, признает ли он себя виновным в предъявленном обвинении, отец Александр ответил. Не признаю. 15 апреля 1930 года тройка ОГПУ приговорила отца Александра к расстрелу. Он провел в заключении еще 13 дней. Затем в одну из ночей осужденных вывели из камер, посадили на телегу, и этот мрачный конвой отправился к Стрижову оврагу. Многие из деталей расстрелов были неизвестны до Хрущевской оттепели, но некоторые крупицы всплыли раньше времени. Например, в 1939 году, когда был арестован прежде начальник городского отдела НКВД Андронов, он рассказал очень много интересных деталей. ОГПУ занимало 5 зданий в районе улицы Льва Толстого, в том числе и дом номер 73, бывший дом купца Сачкова, спроектированный архитектором Шаде. Кирпичное здание с толстыми стенами и с обширным подвалом. По рассказам Андронова, к участию в исполнении приговоров привлекался весь оперсостав, часть вельегерского и обслуживающего персонала. В период исполнения приговоров оперативный состав в дневное время вел следствие, а в ночное занимался указанным выше. Бывший начальник городского отдела НКВД Романов вспоминал, в первой половине подвала стоял стол, за которым обыкновенно сидел начальник 4-го отделения, где проводил допросы заключенных. Но вскоре процесс изменился. Расстреливаемых под охраной вывозили на телегах в особые места. Горхоз в те времена выделил 4 таких зоны. Репьев-Овраг, который идет от побережья Волги до Виновской рощи. Место на берегу правее Бутырок, в районе нынешнего моста через Свиягу, в начале улицы Карла Маркса. Дубовая роща в поселке Карамзина. И Стрижов-Овраг, что в начале улицы Карамзинской. Именно сюда, в район Старого больничного кладбища, около 11 часов вечера привезли отца Александра и еще двоих смертников. Расстреливали потры. К полуночи палачи вырывали яму. К ее краю подводили осужденных, ставили их для надежности на колени, затем стреляли. По отчетам городского отделения НКВД во второй половине 30-х годов наркомат списал 1401 патрон для Нагана, 127 патронов калибра 7,63 и 185 патронов калибра 6,35. Всего 1730 патронов, по 5 патронов на каждого расстрелянного. Сейчас овраг подпирается тремя улицами Карамзинской, Сенгелеевской и вторым переулком Кирова. Лишь в 90-х годах журналисты Ульяновской правды нашли единственного свидетеля. Кучера по фамилии Никитин. Он рассказал, что видел, как ночью в районе 11 часов возле свалки у моторного завода закапывали трупы. Позже старший на свалке сказал ему, что там закапывали трупы врагов народа. По рассказам Никитина, случилось это в районе Старой бетонной дороги, которая ведет сейчас к грузовому порту. Среди густой растительности до сих пор виднеются очертания оврагов. Дожди до сих пор не могут смыть их хотя бы в половину. Многие говорят, что здесь проходила старая дренажная система, прикрывающая улицу Кирова от оползней. Но некоторые из траншей расположены там, куда никакая техника добраться бы в те годы не смогла. Где-то здесь, 28 апреля 1930 года, пуля большевистского палача оборвала жизнь верного служителя Церкви Христовой Иерея Александра Федоровича Гневушева. Ему было всего 40 лет. В посмертном акте записано «Труп расстрелянного Гневушева зарыт на кладбищах за городом Ульяновском, близ Стрижова оврага, на надлежащей глубине». В тот год, когда был расстрелян отец Александр, его старшей дочери Любе исполнилось 14 лет, а младшему сыну Сергею – 3 года. Сиротами остались 5 малолетних детей. Клику общецерковных святых отца Александра причислили 17 августа 2004 года. Память его совершается в день его мученической кончины – 28 апреля и в день празднования Собора Новомучеников и Исповедников Российских – 7 февраля. Хранят угодники святые Своим щитом Святую Русь Ее красоты луговые И родников целебный вкус Хранят они своим покровом Родные веси от небес Где сами в подвиге суровом Несли своих страданий крест Не оставляют нас убогих Благословляют и хранят И в хором полном боли скорбной Из мира горнего глядят Полна земля скорбей и стонов Но если мы ее сыны Живой душою да с поклоном Принять любовь ее должны И святость Родины вбирая Не покидать родимых мест Наследство детям оставляя Святых отцов святую честь Хранить великую державу И под покровом всех святых Жить и работать в Божью славу И солью быть родной земли В селе Бряндино пока еще нет собственного храма Старый, где когда-то служил отец Александр Разрушили в середине прошлого века На оставшемся фундаменте Несколько раз пытались возвести сельский клуб Но крепчайшие стены разваливались Словно бумажные Сегодня здесь стоит поклонный крест Установленный 28 апреля 2014 года 23 сентября 2013 года В день рождения святого в Бряндино Было проведено мероприятие По теме «Все мы разные, но все мы равные» Где дети разных концессий смогли познать Особенности разных религий Вообще почитание святых начинается не с того момента Когда человек уходит из этого мира всего Или мученическую кончину принимает Или каким-то иным образом То есть проходит длительное время Вот так же, наверное, и мы в жизни ощущаем Что когда проходит время Сразу, может быть, и не сохраняется Или в людях сохраняется память об этом святом Но через некоторое время Она приобретает какое-то особое значение Какой-то особый смысл Вот так же и для Бряндинского села Они знали, что здесь был святой Что он подвязался Но с того момента, когда школа начала Заниматься непосредственно Восстановлением его памяти Восстановлением всего того, что связано С именем Александра Бряндинского, с храмом Оно приобретает особое значение И вот в музее школы удалось вернуть Плитку из прежнего храма, который был И кирпичи, которые были на основании этого храма То есть для современного человека Что это даёт? И не просто узнать, что это было за святой Что это за житие святого Так же и в нашей жизни Когда нам даётся много испытаний Даётся какие-то сложные вопросы То когда мы начинаем соприкасаться С жизнью святых Особенно священномучеников Которые пострадали за веру То тогда мы учимся Что значит любить этот мир Что значит любить этот уголок Той земли, где ты родился И самое главное Всегда так говорю Что раньше почему Каждое село имело храм Потому что каждый человек Уходящий из села Он видел этот храм Каждый раз возвращаясь на свою родную землю Он опять же встречался с храмом И так же и здесь То есть каждый живущий здесь Рождающийся, живущий Уходящий в мир иной Он знает, что это место освящено Молитвой святого Он знает, что он здесь Присутствует незримо И поэтому я думаю Вот это самое главное Что нужно для каждого из нас В нынешней жизни Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok